В Павлодарской области участились семейно-бытовые конфликты. В этом году, согласно официальной статистике, их стало больше в два раза. Десятки женщин получили тяжкий и средний вред здоровью. Есть и случаи убийства. Стали меньше убивать, грабить и насиловать. Криминальную статистику портят только мужья, которые привыкли решать конфликты с супругами не словами, а кулаками. Об этом рассказал главный полицейский Павлодарской области. Если в первом полугодии 2016-го были наказаны 9 семейных дебоширов, то в этом уже 21. Один факт убийства, к сожалению, в быту. 10 фактов причинения тяжкого телесного повреждения и 10 фактов причинения телесного повреждения средней тяжести. Связано это все с потреблением алкоголя в семье. В большинстве случаев, в 16 случаях, это потребление алкоголя. В Павлодарском доме мамы ощущают эту статистику. Сейчас здесь находятся 18 женщин, трое из них – жертвы бытового насилия. И это лишь малая часть, говорят специалисты. Ежедневно десятки пострадавших звонят в центр и просят о помощи. Со слезами на глазах жертвы убегают от мужей-тиранов, но спустя время идут к ним обратно. В первую очередь все, я развожусь, я подаю заявление, я жить с ним не буду, примите. Я говорю о том, что у нас немножко другая целевая аудитория, но тем не менее мы и их принимаем. Но я ей объясняю, что вы все равно уйдете. Нет, хорошо, хорошо, все, мы их принимаем. И обычно более чем на два дня они не задерживаются. Психологи призывают жертв бытового насилия подумать, если не о себе, то о детях. Они поневоле становятся свидетелями семейных разборок и получают травму, отпечаток от которой остается на всю жизнь. Дети не только ущемлены вниманием таких родителей, но и полностью видят отношение мужчины к женщине, то, что порождает и у них и агрессивность. Тираны умеют не только бить, но и подавлять волевые качества. Спасти положение можно. Достаточно выйти из образа жертвы, избавиться от так называемого виктимного поведения. И, как советуют специалисты, не стесняться обращаться за помощью. Алиял Мукамбетова, Арман Якубов, Информбюро, Павлодарская область.